Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно Работают все микрофоны Каждый может Высказать Высказать Сказать Добрый день уважаемые дамы и господа Напомню вы слушаете радио Народная волна На частоте 14.30м 99.1.FM На нашем веб сайте RadioNVC.com На нашей страничке в Facebook Ну вот пришло сообщение Что в каких-то Сьерра-Леоне и прочих Зимбабве наш контент заблокировали Ну все Но тем не менее на YouTube Вы можете А ты не знаешь оберег Слодовой гости Принимает если да Мы им посоветуем просто там связаться Перепостить На нашем канале в YouTube RadioNVC Не забывайте зарегистрироваться Вам это ничего не стоит А в случае выхода в эфир нашей программы Будете получать notification Да, сразу Сразу Ну и как всегда Анатолий добавляет С помощью нашего приложения В айфонах RadioNVC Ну и если вы пользуетесь Андроидом То тогда через браузер Просто выйти на нашу страничку Там есть плеер Он играет Вы можете слышать Причем у меня есть сюрприз Потому что приложение Которым вы будете пользоваться Оно абсолютно бесплатно Белочи приятно Так что да Когда не было Когда вы заходите в YouTube Регистрируйтесь Вам потом вовсе не обязательно Так сказать Unsubscribe делать Вы просто Вы уходите в другой канал Уходя уходите Вы не трогайте кнопочки Пожалуйста Чтобы мы все скинулись Ну все жители нашего штата И выплатили долги Этого прогрессивного города Убежища Чикаго Причем если кто-то не знает Всю величину нашего штата Хочу быстренько вам объяснить Что как говорится Крайняя точка Перед переходом Границу штата Мизури То есть Сент-Луис Это есть такой городок Называется Ист-Сент-Луис Это вот городок Прямо на границе Вот граница штата Мизури Вот представляете Расстояние от городка Ист-Сент-Луис До Чикаго Это примерно где-то Ну вот два с половиной часа езды И вот эти несчастники Которые живут Уже еще не в Сент-Луисе Но в штате Иллиной Должны будут платить За учителей Города Чикаго Вот представляете Эту всю абсурдность Этого положения Этой ситуации Вообще Что касается Системы образования В Чикаго Довольно такая Любопытная вещь Вот кстати сказать А учителя Работающие в Чикаго В среднем Получают 80 тысяч Долларов в год Средняя зарплата В Нью-Йорке 70 тысяч А в Лос-Анджелесе 60 тысяч В Лос-Анджелесе Где сумасшедшие Цены на все Собственно поэтому Там наверное столько Бездомных Потому что люди Просто не в состоянии Оплачивать жилье Конечно Так вот Зарплата учителей Растет И вот те деньги Которые требуют с нас Она подписывает Новый контракт С профсоюзом учителей Которые угрожали Забастовкой Они так заботятся О детях Что угрожают Забастовкой Так вот 14 процентов Рост заработной платы По этому контракту Значит контракт На 5 лет Пожалуйста Вдумайтесь В эту сумму Значит контракт На 5 лет Повышение контракта В течение 5 лет На 14 процентов Да Общая сумма Это Те деньги Которые люди Работая На заводах На предприятиях Не все получают Люди Которые действительно Что-то производят А не Бибиситтеры Лоботрясов Причем Профсоюз Как бы не очень доволен Потому что То что они Это будет стоить Где-то 325 миллионов Долларов Денег Обойдется Налогоплательщикам А то что требовал Профсоюз Это обошлось бы В 2,5 миллиарда Долларов Денег В общем Причем Представляете На секундочку Пенсионный Фонд На каждого Учителя Ну вот По сумме Выплатов Составит Где-то в районе 2 миллионов Долларов Пенсионный Фонд Вот прикиньте Почему Откуда у нас Такое количество Детей Которые идут В колледж Пытаются Получить Образование Стать учителем Вот почему При этом Я должен сказать Что Некоторые школы Вы не поверите Энролмент В некоторые школы Составляет 5-6 Процентов То есть Школа Рассчитана 1185 А там Записались В школу Скажем 70 студентов Или 60 студентов Это не одна школа Таких школ Несколько А ведь Учителям Зарплату Платить все равно На зарплату Уже Содержание Этой школы Только Тепло Только тепло Там и электричество Обходится примерно В 2,5 миллиона Долларов В год В общем Бардак В системе образования Ну и Решить эту проблему Лайфуд Решила Нашими деньгами Да Но ты мне скажи Такую вещь Ведь Мы В штате Ильиной И вы это можете Проверить Кстати Это официальные данные Мы находимся На 47 Наша Система Образования Находится на 47 Месте Вот вы себе представляете Причем я не говорю Про весь штат Я говорю Про город Чикаго На 47 Месте Из вот Мегаполисов Страны Есть звонок Добрый день Вы в эфире Меня? Вас Здравствуйте Здравствуйте Вы знаете Я вас послушала Мне так стало смешно Потому что я вижу Как учатся Мои внуки Как их учат И чему И вспоминаю Моя первая зарплата Учителя Была 57 Рублей А самая большая Спасибо Хрущеву Через 25 Или 30 лет Это было уже 80 рублей Ой 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 Но мы так Вкалывали Вы таки действительно Вкалывали Вот Учителя Советского Союза Той стороны Не России А той страны Я сейчас Не знаю Не могу судить Но я закончил Полностью 10 классов В Киеве И я вам скажу Так как работали Наши учителя Я сегодня понимаю Что Просто честь и мы хвала Вот честно Спасибо Спасибо вам И кстати говоря Об учителях И о пенсиях Вот скажем В 2018 году Учителя Которые уходили на пенсию Их зарплата Составляла 97 992 Доллара В год Средняя То есть Минимальная пенсия Которая будет Индексироваться Составляла 70 404 Доллара В год Неплохо Правда Представляешь Неплохо Я То есть Для меня Это И она будет Индексироваться Ну конечно И поскольку Пенсионный фонд Разворован Разграблен Недоплачен Жуликами Которые сидят В Спрингфилде Мы будем Все это дело Платить Ну вот у меня Теперь вопрос Такой Неужели Никто Ну хорошо У нас Демократический Штат Я понимаю Я имею ввиду Штат в руках У демократов Но есть же Все таки 2-3 Человека В нашем случае 5 человек Которые Являются Представителями Палаты Представителей От республиканцев Их же Это тоже Касается И они Большинство Из республиканцев Которые Которые Ну слушай Есть в конце концов Есть ведь какие-то Давай так Я не наивный человек Я понимаю прекрасно Что Майк Мэрриган Заправляет Всеми Всеми Но тем не менее Ну Кто-то же может Просто поднять вопрос Ребята А за что Поднимают вопросы Пытаются А что толку Если демократам Принадлежит Супер большинство То есть Они могут Плюнуть в сторону Республиканцев Вообще закрыть дебаты И сказать Пошли вы Да Бениной маме И все И проголосовали Приняли законы Наши деньги Отправили туда-сюда В общем За что боролись На то и напоролись Господа демократы Я тебе скажу больно Я буквально Первый раз Вот с первого числа Заправил машину Вчера Клянусь У меня слезы На глазах Три Я заплатил На самый В Каско В Лейк Каунте Я заплатил Три, ноль, пять Это же С ума сойти Да Окей Так что Ну у нас Собственно все Как всегда В этом штате До тех пор Пока будут Управлять штатом И городом Демократы Все будет идти Катиться в пропасть Мы будем Бейлаут Чикаго До поры до времени Пока совсем уже Не разорится штат Потом Чикаго Объявит банкротство Так оно и будет Штат будет По прежнему Дрифовать В сторону пропасти И народ По 400 человек В день Покидает Этот Благословенный В кавычках Штат Бизнесы уходят Народ уезжает Причем уезжают Те кто работает Ну конечно Зато город И штат Сэнкчури Они принимают Готовы С распростертыми Объятиями Принять Так сказать Всех И мы будем Защищать Наших нелегалов Всем Сердцем И грудью В общем Зато вот Они чувствуют Себя хорошо Мы фашисты Мы бездушные Бессердечные А они чувствуют Себя хорошо Как же Мы сочувствуем Всем Начиная От Гондураса И заканчивая Сирией Вот оттуда Через всю Африку И вот туда И мы всех Жалеем Любим Лелеем Кормим Поем Одеваем Бываем И так далее Ты знаешь В чем позитивная Сторона медали Ты себе представляешь Это при Лайтфуд А ты себе представляешь Что бы здесь было Если бы мэром города Была Крэквинкл Как я ее называю То не Прэквинкл Ты себе представляешь Вообще Чтобы Фрик Винкл Прэквинкл Да Прэквинкл Ты себе представляешь Вот Это Я не знаю Я Когда происходили Выборы Я сейчас Как сейчас помню Я всегда говорил Ну С этой уже понятно А вот Лайтфуд Посмотрим Ну ты меня извини Я смотрю Мне страшно становится А выхода Ведь никакого нет А ты знаешь Что в связи с этим Я хочу тебе Хочу тебе сказать Упс Да Вот смотри Вот смотри На фоне Скажем Кандидатов Вообще удивительно С какими С какими Запредельными Предложениями Выступают Любимые Кандидаты Наших демократов В президенты Соединенных Штатов Берни Сэндерс Ворон Кобыла Хэрис Хуакин Кастро Да 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 Как хуй Будда Джич Будда Джич Американцы наши Будда Джич Кастро И на их фоне Байден Кажется Так сказать Ну Наиболее Что ли Сдержанным Ну Одни Предлагают Там На 93 триллиона Медикер Для всех Другие Быстренько Простить Всем Полтора Триллиона Долларов Студенческие Лоны Ну И потом В будущем Обеспечить Всех Бесплатно 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 Что тоже Несколько Триллионов Долларов Ну Нормально Чего там Открыть Границы Они берут Они берут Пример С Или стадо Или иной Если кто-то В состоянии Посчитать Эти цифры Вы там Складывайте Открыть Границы Упразднить Айсис Пограничную Службу Всех Так сказать Приглашаем Пожалуйста Приезжайте Все Каждый Из них Все до одного Все кандидаты Подняли руку Когда им был Задан вопрос А вы согласны С тем Чтобы обеспечивать Государственный Я переведу Государственное Значит Бесплатное Для них Бесплатное Ну конечно Она платная Для нас Потому что Мы должны Ее оплатить Но государственная Страховка Для тех Кто не платит Кто не имущий А через границу Идут не Инженеры Врачи И адвокаты А как правило Люди Которые 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 Это человек Это человек С высшим Образованием И с высшим Экономическим Образованием Которые Нам постоянно Говорит о том Что Эти нелегалы Они же ничего не стоят Они нам Мало того Говорит он Они приносят Прибыль Вклад в экономику Зарабатывают Деньги Платят налоги Которые Трудно А у меня Вопрос Вот к этому Высшему Экономисту А куда Тогда Конгресс Палата Представителей Решили Все таки Направить 4 И 60 Миллиарда Долларов На что Наверное Потому что Те миллиарды Которые были Их уже Потратили На них Ну понятно Так вот При том Что нам Представляете Вот Насколько У нас Выгодные Нелегалы Мало того Что они Нам Ничего Не стоят Так они Еще Нам Помогают Тратить 4,6 Миллиарда Которые Вы же Понимаете Это Не конечная Сумма Это На пока Что Чтоб Зубные Щетки Купить Ну да А потом Надо Будет Добавить Еще 4,6 Миллиарда Вопрос Только В одном А куда Же Они Уходят Если Эти Нелегалы Нам Ничего Не стоит Значит Тогда Я так Понимаю Что Демократы Их Просто воруют И река Ну вот Так вот В общем Триллион туда Триллион сюда Да Открыть границы Пусть приходят Все кто хотят Но поскольку Мы Демократы Очень сердобольные Мы же безусловно Не можем просто Взять их Перевести через границу И бросить на улицу Нет Мы должны Как-то о них Позаботиться Там Жилье Там В школу Детей В детские сады Каждый Ребенок В детском саду В месяц Обходится В 1200 По-моему Долларов В общем В школу Каждый Каждый ребенок Который пойдет В школу Тоже где-то От 13 до 17 тысяч В год Плюс Медикейт Там какая-то Страховка Ну а Они же говорят О том Что все будут Иметь медикейт Для всех Ну в общем Понятно Это они будут Входить в те 100 триллионов Которые потом Превратятся в 200 триллионов И в 300 триллионов В общем Какие-то фантастические проекты Фантастические проекты Зеленый Green Deal 93 триллиона Какие-то фантастические Совершенно проекты Ну и Так сказать Экономисты С высшим образованием Юристы С высшим экономическим Образованием Себя успокаивают Дескать Да Но эти вот Которые с такими проектами Они не пройдут Их не изберут Друзья мои Даже если бы Почечайни Вдруг Не дай бог Президентом бы стал Джо Байден Как вы думаете Кто бы Кто бы Управлял Демократической партией Белым домом И нашей страной На примере того Что происходит В конгрессе Вот эти Четыре Активистки Управляют Демократическим Конгрессом Просто буквально Хвост Виляет Собакой Вы посмотрите Они не встречаются С Пелози Они с ней не беседуют Они с ней не обсуждают Вопросы Они просто Выходят на телеканалы Как звезды Такие Или в соцсетях Или в твиттере И так далее Ты посмотри Куда ты не посмотришь Везде они И все И Пелози Такая тертая Тертая бабка Которая собаку съела На том Чтобы воровать На том Чтобы управлять На том Что все Поджало Хвост И приняла Их сторону То есть Демократической партией Управляет Вот эти Четыре Звезды И даже Если бы Вдруг Не дай бог Президентом Стал Байден Они бы его Дергали За веревочки Я не знаю Кто там поводырь У них Они тоже Так сказать Фигуры Не самостоятельны За ними Стоят Другие Более Другие Силы Они просто Челюсти Абиси Продержится А кто Скоро Скоро будет У них нет У них Есть просто Голоса У нас И звонок Давайте Примем Добрый день Вы в эфире Слушаем вас Говорите пожалуйста Приглушите радиоприемник Приглушите радиоприемник Мы вас слушаем Ну понятно Ясно Добрый день пожалуйста Вы в эфире Алло Да Говорите пожалуйста Добрый день Добрый Вы знаете Я голосовал за Трампа И сейчас Я считаю Что он Очень много Сделал Для Америки Тем более Я хвалю его За то что он Сделал Израиль Но Я с самого начала Говорил И повторю сейчас Язык мой Враг мой Вот это для Трампа Самое больное место Чего он не хочет Никак понять И считает Что Что бы он ни сделал Его потом Его Пресс-секретарь Оправдают Окей Понятно Окей Спасибо Хорошая тема Мы к этой теме Обязательно Мы с этого начнем Следующий сегмент Потому что Я по этому поводу Тоже хотел пару слов сказать Изначально Я как бы поддержал Что подумал Что зря Он наверное Так выступил Зря он этот твит Отправил Потом я послушал Анализ Гингрича А Нютгрин Да И после этого Я кстати там написал Маленький пост И написал Что не следовало ему Пусть они сами себя там Типа сжирают Подумал я Но потом я послушал Анализ Гингрича Пожалуй склонен С ним согласиться Вот об этом Мы поговорим Буквально через Несколько минут Обязательно Оставайтесь Возвращаемся в программу Народная трибуна Итак По поводу твита Трампа За которым последовала Буря в стакане Обсуждение И вынесение Осуждения Конгрессом Трампу За его якобы Российский твит Причем Во время обсуждения Это был Это был такой цирк Нэнси Пелоси Нарушила правила Конгресса И была лишена Права слова Председательствующий На заседании Бросил молоток Сказал Все Надоело Я ухожу Ухожу В монастырь То есть Она не в состоянии Собладать Со своими Четырьмя Этими фуриями И все Что происходит Какие правила Она употребила На То есть Они могут Там ходить Выступать Но если Ты находишься В конгрессе В палате То ты не имеешь Права Лично оскорблять Президента Президента И тем самым Нарушаются Правила Конгресса Этика Но потом Они как бы Собрались С мыслями Проголосовали Опять Ну поскольку Там большинство Сидит Дармоедов Демократов Простите Они проголосовали Что Все нормально Одно и то же Ну официальное название Демократы А не официально Дармоед Да 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 Кстати И жулики Знаешь Меня не это больше волнует Меня волнуют Вот те четыре Республиканцы Ты имеешь Республиканцы Которые проголосовали Это четыре голоса Минус Это для тех Которые считают Голоса И большинство В палате Это четыре голоса Уже можно Отнять В новом составе Палаты Вот это Меня волнует Больше В общем Этот Карабас-Барабас Которого зовут Эл Грин Страшилище Такое Ну действительно Карабас-Барабас У него теперь Новая потеха Такая забава Он чуть ли не каждый месяц Выходит Артикл Импичмент Объявляет Президенту Знаешь почему Кот лежит Причинное место Потому что он может Да Ну вот Поэтому и это тоже Вот он может Когда вся эта буча Заварилась Я решил что Наверное Трамп все таки зря Так Написал этот твит И что Действительно Может быть Пусть они друг друга Жрут Но на самом деле Как бы они Друг друга Это жрут Внутри Но четверка Побеждает И демократа Как бы Завуалирована Но склоняются В эту сторону В эту Леворадикальную Коммунистическую Прокоммунистическую Или Маоистскую Как хотите Назовите Так в чем Ньют Гингридж Видит смысл Вот этого твита Он говорит Но Трамп работает На перспективу А перспектива Такова В 2020 году Будут выборы И Скажем Если раньше Демократы могли Как бы Отстраниться От этой Четверки Этих фурий И сделать вид Что они Как бы Не такие Сумасшедшие Это вот Эти сумасшедшие То своим твитом И последующими Событиями Трамп Привязал Всю эту Демократическую Партию К этим Четверым Фуриям Да А у Нинси Не было выхода Она должна была То есть Господа Советники И прочих Кавычках Президента На самом деле Предстоящие Выборы Это не будут Выборы Между Трампом И скажем Там Байденом Или Воррен Или еще Какой-нибудь Шельмой Нет Это будет Ваш выбор Или вы За капитализм Или вы За оголтелый Социализм Мягко говоря Социализм Вот и все Да Вся партия Теперь они стали Официальным лицом И лидером Этой партии Вот эти Четыре фурии Одна из которых Представила Недавно Законопроект Который Поддерживает БДС Или бойкот Израилю Если кто не знает Я говорю сейчас Об Ильхам Амар Ильхан Амар Ну и все Они в одной И все В четвером Отказались Предоставить Все таки Фанс Другими словами Они выступали На слушаниях В конгрессе Каждая из них Пролила Скупую Демократическую Слезу Говоря о тех Детях Которых пытают На границе Которых нет Зубных счетов Которые Там в дереве В собственном Плавают Которые пьют Из туалета Из туалета Пьют и так далее А когда встал вопрос О том Чтобы выделить Деньги Причем Не из ее кармана А просто Выделить деньги На улучшение Условий Содержания Этих детей Все эти Четыре Мерзавки Проголосовали Против Собственно Это укладывается В рамки поведения Демократической партии Потому что У нас на границе Кризис Они несколько месяцев Говорили о том Что это Manufactured Кризис Что никакого Кризиса нет Это Трамп Искусственно создает Это левые Ой правая пресса Так сказать Нагнетает Обстановку Атмосферу Никакого кризиса Нет На границе Все в порядке Все в порядке И тут вдруг Раз О У нас Гуманитарный Кризис То есть Они палец А палец Не ударить Для того Чтобы разрешить Этот кризис А наши Экономисты С юридическим Образованием Или Экономическим Образованием Говорят о том Что рассуждают Ну вот нет такого Но нет закона Нет закона Вот не могут По закону Трамп не может Ничего сделать Трамп пытается Там издает указ А он вне закона Этот указ вне закона Этот вне закона И как бы С улыбкой С такой Сыгин Ну да Так вот Для того чтобы Решить эту проблему Это должен сделать Конгресс Они должны внести Изменения В законодательство Чтобы решить Эту проблему Во первых Нужно действительно Укрепить границы Лишить их возможности Валом по тысяче человек В день Переходить границу И обращаться С просьбами Там Кроме того Что активисты Подобные Вот этим юристам Ходят Специально Консультируют Как они должны Себя вести Что они должны Говорить Для того Чтобы им Так сказать Их сюда пропустили И впустили На территорию США Во вторых Некоторые Конгрессмены Дермократы Отправляют Свой став Туда Те их Разыскивают Консультируют Как нужно Им себя вести Даже тех Которых уже вернули Они их учат Чтобы вас Не вернули Чтобы вас пропустили Вы должны Сделать вид Что вы Не можете Не умеете Говорить по-испански Ну а если Еще вспомнить То Что действительно 90% Из вот этих Вот Беженцев В кавычках Еще и не Проходят По критериям Именно Даже по существующим Критериям Получения Убежища 90% Тех Которые Просто У них нет Шансов Тогда Что они Здесь делают Что они Здесь делают Если не Просто Засоряют Нашу систему Юридическую Кстати И потом Не засоряют Нашу страну Прошу прощения Но это так Они засоряют Нашу страну Почему я так говорю Потому что Вот те люди Которые действительно Стоят в очередях И ждут Своего дня В суде Чтобы все таки Получить Политическое убежище И имеют люди Из других стран Которые действительно Я 4 года ждал Ну вот Вот тебе пожалуйста 4 года ждал Знаешь почему Потому что Вот такие вот Архаровцы Проскакивают Вперед тебя И с ними Надо что-то делать И поэтому Бэклак Такое Девецу Почти миллион человек Так вот Один юрист С экономическим Образованием Там Спорик говорит Кто-то Высказал Идею И чем Не идею Это абсолютный факт Если бы Если бы Этот юрист Еще кроме Так сказать CNN MSNBC Мэйли Как бы ты выглядел Не финансирует Так вот Журналисты Которые настоящие Журналисты Провели расследование Есть в Чикаго Организация Неправительственная Так называемая Организация Которая финансируется Соросом Которого он обожает Похоже Правда Он не признается Я его не обожаю Но просто Вы зря Ему столько кредит Я его не обожаю Но я его в засор Да Не может Один человек Столько делать Может Он каждый год Полмиллиарда Долларов Денег Тратит На якобы Благотворительность Финансируя Вот эти Леворадикальные Организации Которые в свою очередь Финансируют То есть Журналисты Последили всю цепочку Откуда Куда идут Деньги Каким образом Финансируется Если бы Был немножко Полюбопытнее Они Кипел Ненавистью К Трампу То наверное Был мог найти Информацию И тогда В Нигово Не утверждал Что люди Идут самостоятельно И что Никто их Не финансирует Финансирует Без этого Невозможно Я не могу Себе представить Идет Обвешено Берутся автобусы Забудь уже Про вот эти Идет Обвешенная Как опоссум Детьми Идет Несколько Ты там Пару тысяч Километров Без денег Без ничего С детьми Просто идет Откуда берутся автобусы Откуда берутся грузовики Которые их потом Из определенного Пункта Все таки Доставляют Границы Они же не пешком Идут Три тысячи Километра Давайте Звонок Добрый день Алло Здравствуйте Еще раз Я насчет Преподавателя Которым Желает Ваши Профсоюзы Увеличить Нарплату Мне что Подобно Предошло В штат Винсков Лет 10 Там Народли Сколько Там И Тогдашний Губернатор Скотт Уокер Он Не пожелал Их поддержать И он Поставил Вопрос На голосование Провел Референдум И поставил Своё прибытие На посту Губернатора На кон Этого Референдума И сказал Если вы Выберите Профсоюзу В сторону Возьмите То тогда Я могу Уйти в отставку Но народ Поддержал Его И Профсоюзы Проиграли А почему Почему бы Вашим Республикантам Кому-нибудь Так же Взять Смелость На себя И Поднять Вопрос Сказать Ребята Что готовы Голосовать Бесконечно За то Что эти Демократы Будут поднимать Себе Возоплаты И так далее И тому подобное Вот Анатолий В прошлом Частью Вы С Алексеем Сказали О том Что для того Чтобы Остановить Вот еще Скажем Негативные Влияния Демократической Партии Надо На время Выборов Поддержать Республиканцев А где Вы найдете В штате Или Носе Республиканцев Где Вы найдете В Нью-Йорке Телефон Там Уже Тогда Можно Я вам Задам Вопрос То есть Я Вы только что Своим ответом Ответили На свой вопрос Откуда Где мы возьмем Вот этого Республиканца Который по вашему Как Скат Вокер Должен поднять Руку вверх И сказать Ребята Все за мной Где мы их найдем На самом деле Придется терпеть Спасибо Хорошо Придется Да Спасибо большое Действительно Ситуация такая Вы абсолютно правы Скат Вокер Вытащил Вискансин Из дерьма Вискансин Не был в таком Дерьме Как или Ночь Ну и традиции Другие И Не забывай Он нашел Достаточно Людей Во-первых В штатовском Конгрессе Ближат Большинство В Вискансине До сих пор И они бегали От этих Демократов Наоборот Демократы Демократы бегали А эти Все равно Не было А эти Все равно Голосовали Вот чем дело Поэтому Даже если Какой-нибудь Республиканец Вдруг Как-то Что-то Произойдет Вдруг Как-то Не сфальсифицирует Выборы Традиционно Демократы Республиканец Станет Губернатором Этого Штата Абсолютное Большинство Принадлежит Демократам В Конгрессе И в Сенате То есть Он даже Вета Не может Наложить Потому что Они Уваррайт Его Вета Понимаете В чем Дело Ну Просто Либо Количество Подонков В этом Штате Неимоверно Высокое Либо Количество Идиотов Такое Неимоверно Высокое Зашкаливающее Либо Я не знаю Ну Кому с одной стороны По барабану Какие там налоги Что там налоги Главное Чтобы мне вот дали И не трогали меня Когда я наркотой Шкварю Там Чтобы меня не трогали Олдермены Которых избирают Или там Конгрессмены Они свое место знают Олдермены По 40 лет Шкварят Вот этих несчастных В их же Участках Да Шкварят Зато Зато Они позволяют им Торговать наркотой Они друг друга Стреляют Разборки И их не накрывают Они их крышуют Олдермены Крешуют Наркобанды В этом Городе Ну вот сейчас посмотрим Что будет с этим Олдерменберг Просто мне интересно Да Или его все-таки Посадят Потому что 50 лет Он шкварил Своих несчастных Вот этих А то что происходит На границе Я уже говорил об этом 40 процентов Пограничников Занимаются тем Что подтирают Задницы И меняют дайперсы Этим бедным Несчастным Они действительно Бедные несчастные дети Родителей Которым ссор Я просто буду Назвать источник Там целая цепочка Там активисты Там всякие Адвокаты Бегают Ползают Там целые Там объем Финансируется Объявление В этих странах То есть Идет такая Компания Приходите И все будет Тип-топ В шоколаде будете Так вот 40 процентов Пограничников Занимаются тем Что моет задницы Этим детям А тем временем Наркокартель Тоннами Гонит Наркоту В эту страну Я думаю Что демократическая партия Имеет там Свою дольку В этом деле Поскольку Они Всячески Просто Как только могут Противостоять Тому Чтобы перекрыть Эти границы Для наркокартеля 1,3 миллиарда долларов Это последний Вот этот вот Наркоэшелон Который Тормознул Ты себе представляешь Какие деньги Варятся В тех сферах Которые Разрешают Им Это все Провозить И в связи с этим Я хочу сказать Они льют Крокодиловые слезы Потому что Находясь Вот в этом центре Содержания Умер там ребенок И вот ребенок умер А сколько Американских детей Ежегодно Сколько тысяч Американских детей Ежегодно Умирает от наркотиков Которые с вашей Демократической Помощью Проникают На территорию Соединенных Штатов Ну Вас же не интересуют Американцы Вас же не интересуют Дети американцев Вас интересуют Вот эти Которые через границу Идут Вас интересуют Наверное Деньги наркокартелей Которые очевидно Финансируют вас Как выясняется Эльча Подавал Миллионы долларов В Клинтоновский фонд И вот этим Все объясняется Но это те Которые этим пользуются Но я не могу понять Этих дебилов Которые сидят здесь Которые с этого Ничего не имеют Но когда Маша Си Голосует за Барни Сэндерса За его светлые идеи Девочка Которая окончила Калландж Накончил И работает Вроде все в порядке Но при этом Голосует за Барни Сэндерса Ваши вас Наверное увезли Слишком рано Из страны Вы не знали Что такое социализм Она здесь родилась А тем более Тогда Ну чего же я Она здесь родилась Поэтому если перестану спорить И таких рожденных Здесь достаточно много Да Так же как Вот что советские Что кубинцы Кубинцы Которые старшее поколение Которые на себе Прочувствовали Всю радость Социалистического рая Они строго голосуют За республиканцев А уже новые Которые прошли Через американские университеты Когда им профессора Вымыли все мозги напрочь И натолкали в них Идеи Маркса Ленина Они голосуют за демократов Кстати Тем Которые голосуют За открытые границы Даю вам последнюю Как говорится Информацию Официальную Буквально Вчера или позавчера Были арестованы 22 Человека Человека Ими не назвать Люми Нельзя назвать Были Арестованы 22 персоны Которые Принадлежат Банде МС-13 Которых Которые Убили 24 Человека За последние Два года Из них Шесть Которым Светит Высшая Мера Почему Потому что За Сверх Жестокие Убийство Так Так вот Из тех 22 Которые Арестованы Пожалуйста Слушайте Внимательно 19 Нелегалов Да Давайте будем Голосовать За открытые Границы Госпожа Бегбова Господин Высший Образ С высшим Образованием Юридическим И Еще Экономическим Да Давайте Голосовать За открытые Границы Почему же Нет Это же Порядочные Люди Которые Сюда Идут Зарабатывать На жизнь Нам Помогать Нам Ничего Не Стоит 19 Нелегалов Из 22 Арестованных Так Собственно Кто Формирует Эти Банды Они же И формируют Они Идут Сюда Ну В общем Мы не знаем Кто Идет Когда Идут Зачем Идут Мы не можем Их проверить Потому что Вот такие Юристы Поднимают Вой Трамп Значит Распоряжение Написал Так Из Центральной Америки Вот Если Вы не Обращались За Статусом В страну Через Которую Вы Проходили Назад Вы не Имеете Права Вы не Можете Претендовать На статус Беженца И тут Ж Сердобольные И тут Ж Господи Ассоциация Защиты Гражданских Права И свобод Тут Ж Подала В суд В свое Время Основатель Этой Организации Силю 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 Сказал Что Мы Социализм Построим Мы Построим Социализм Да Те Которые Не Понимая Силю Это Американ Сил Либери Юни Союз Гражданских Прав И свобод В общем В переводе На русский Как-то так Звучит В общем Вот такая Ситуация Что ж Я не знаю Можно на позитивную ночь Еще один момент Давай Потому что Я хочу Закончить Я просто Слушал По имени Сара Не помню Фамилия Написала Книжку Нева Трампера Она Относит Себя К Нева Трампера Она Говорит О том Что Трамп Тиран Он Действует С помощью Исполнительных Указов И так далее Есть статистика Трамп Издал По моему 70 С чем-то Исполнительных Указов Барак Хусейнович Обама 288 Исполнительных Указов Издал Он не тиран Трамп Тиран Кобыла Харрис Которая Метит В кресло Президента Просто Открыто Заявляет О том Что Если Конгресс Не будет Действовать Я буду По второй Поправке И так Далее В общем Все что хотите Я буду Действовать С помощью Президентского Указа Мне Конституция Дает Такое Право А вы Ублюдки Говорите Что у Трампа Тоталитарные Наклонности И так У нас Есть буквально Пару минуток Я бы хотел Закончить На позитиве А это Именно Для тех Которые Мне Постоянно Говорят И мне Сергею А что Мы можем Сделать Ну вот Что Мы можем Сделать Вот так Вот сложилось Так вот В одном Из небольших Пригородов Штата Мизури То есть Сан-Луиса Будем Говорить Так Городской Совет Издал Указ О том Что Начиная С определенного Дня Они Больше Не будут Говорить Есть такая Вещь Называется Пледж Ов Аллиджинс Так вот Мы больше Не будем Говорить Пледж Ов Аллиджинс Или давать Клятву Флагу И стране Потому что Мы боимся Что это Оскорбляет Чувства Некоторых Да Наших Граждан Так вот Что мы можем Сделать Собрались Жители Этого Пригорода Пришли В горсовет С флагами С транспарантами Со всеми делами Мирно И сказали Если вы не будете Это делать Мы вас отсюда Уберем И Как вы думаете Что произошло Ровно Через два Дня Председатель Горсовета Извинился Перед гражданами Этого Городка И сказал Что он Неправильно Себя Повел Конечно же Будет Восстановлен Пледживал И джинс И Все у нас Будет в порядке Так вот Те которые Считают Что ничего Сделать нельзя Вот берите Пример Тех Которые Что-то Делают Ну а Остальное Ребята Это Уже В ваших Руках Как хотите Так поступайте Но Тем не менее Еще одна Позитивная Весть Это Я хочу Поздравить Одного Из наших Особо Отдаренных Радиослушателей С Американским Днем Катфонавтики Они же Высадились На Луне А мы Вот такие Негодяи Не Абсолютно Нелюбящие Нашу страну Об этом Ни слова Не сказали Так вот Гражданин Мой хороший Я вас Лично Поздравляю С Американским Днем Космонавтики С высадкой Армстронга На Луну С восстановлением Слага Соединенных Штатов Установка Его На Луне Хотя Демократы Кстати Говорят Что такого Не было Если вы не верите Посмотрите У меня есть еще одна минута Еще один момент Сегодня вы должны были начаться Слушание Баба Малера Ага И вот они перенесены Разные причины Называются В том числе Поскольку все это Булшит Полный Я уже говорил Что Этот доклад Начинается С сложного Утверждения Просто Первое предложение Доклада С сложного Утверждения Начинается Кроме того Там есть Такая фраза Никто Из компании Трампа Или Из граждан Соединенных Штатов Америки Не вступал В кооперацию С врагом Нашим Кремлем И так далее Нет Ну то есть Ничего из этого доклада Высосать невозможно Так вот Якобы Дэвид Нунесс Сказал что Он полагает Что сейчас Идут консультации Между демократами Конгресса И бабом Малером Как бы Ну такая Режиссура Разыгрывается Поскольку Фактического Материала Нет Они отрабатывают Вопросы И ответы Чтобы это Звучало Драматично Чтобы Словоумные Тут же Кинулись Импич его Импич Ленька Могилевский Вот тут Поднялся Закричал Ура Будет Ждет уже Два года Или три года Уже ждет Когда будет пари По поводу Импичмента Президента Трампа Так вот Чем занимаются Сейчас демократы И баб Малер Вот они Пытаются Выстроить Режиссуру Этого спектакля Этого гнусного Мерзкого спектакля То есть Все строилось На том Что якобы Был калужин Никакого калужина Нет Абстракшн Нет Ничего нет Сейчас оказывается Трамп Расист Надо ему Импичмент объявить Я уже не знаю Чего они Чего они еще Придумают Они два Они три года Занимались тем Что копали 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 Так сказать Искали Связь Ну копали Расследование Проводили О вмешательстве Зарубежной страны В нашу избирательную кампанию Тем не менее Когда было голосование О том Чтобы Так сказать Нелегалы Не имеют права Голосовать Демократы Проголосовали Против Да Демократы Проголосовали Против Не получилось Они вовсе Не против того Чтобы Иностранные граждане Незаконно Перешедшие Нашу границу Принимали участие В наших выборах Не получилось Закончить На позитивной ноте Но тем не менее Мы всем желаем Здоровья Добра Счастья И Слушайте Будем Разговаривать Будем общаться Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok